Добро пожаловать, уважаемые зрители, с вами Слэм, с вами Страйк в комментаторской. Спасибо большое нашей студии-аналитике за такой наиприятнейший вообще разбор ситуаций, которая возникла. Привет, Юра, еще разок. Да, привет, Игорь, привет зрителям. Ну и что, третья решающая карта героек против Virtus.pro, та самая Inferno, легендарная, могучая локация, на которой, собственно, и решится судьба двух этих команд. Ну и, к слову, 64% винрейт у коллектива Virtus.pro на этой карте за 11 сыгранных карт, у коллектива героек 88% за 8 карт. Что говорит о том, что команда героек играет эту карту редко, но метко? Ну как редко? 11 на 8, немного больше сыгранных матчей ОВП, и все же эта карта хороша как для датчан, так и для наших парней. Смотрим, что происходит. Выпад на главку с Юж. Забрал Викиндера, Джейм на размене, также забирает рефреш. Вот у Тесеса будут сейчас серьезные проблемы. Как флит грамотно байтил, но в итоге не будет проблем у Тесеса. Походу, очень уверенно Тесес вписывается в этом эпизоде. И, ну, один на один против Бустера. Бустер аккуратно стрейфится. Шикарное попадание от Тесеса. Эта дуэль будет затягиваться до самого эпического момента. Бустер получает много урона. Тесес его пушит и забирает. Это три фрага на Аппленте от опорника команды Героек. Перекрестный огонь. Ага, подсадок. Хорошее решение. Отличное решение. В итоге прыжок на стенку. И никто не проверяет позицию за мешками. Кэдденс Мешков умудряется забрать двух игроков. Нападение Калашников все еще в руках команды Virtus.pro. Но их прочитали по карте. 20 секунд до конца. 20 секунд до конца. Фирменные тайминги Virtus.pro. Но это no way. Тут либо выход на B до конца, либо ничего не получится. Приходит Джейм. И Киндер уже сейвит АК-47. Оставшиеся постараются вскрыть оборону базы B. Попытка прохода на точку. Здесь два игрока обороны. Все просто. Бомба остается лежать на кафеле. Калашников в итоге сохраняет и Киндер. И Героек стартует эту карту с максимально приятного счета 2-0. И помимо всего прочего, они, если не брать в расчет пистолетку, потеряли сейчас одного игрока. То есть решаются очень выгодные позиции игроки обороны. И выход на B-плэнд все же состоялся. Ставн пытается предотвратить проход дальше. Бустер и флит разбираются с двумя игроками базы B. Ну и Кэдден, который пришел на помощь, наверное, заколит сейв команде. Сам попробует подраться. Но опять-таки здесь шансов на раунд не остается у обороны. Замечают Тесеса. Тесес пытается отмансить в этот момент Ставн. А зайти-то будет непросто. Перекрестный огонь грамотно организован. Ставн, рефреш по минусу. Попытка ворваться от рефреша. Быстро нейтрализованная. Неплохой размен получили сначала Virtus.pro. Но дальше ребята из героев окончательно перехватили инициативу. Синергия в действиях. Так, опасная флешка. Ставн в итоге выпада не сделал. Еще одна флешка. Теперь делает выпад. Поздно, 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 поздно. Тебя съели, дружище. Да, это было хорошо. Отличный фраг преимущества. При этом очень важные два человека на базе B. Один остается. И в этот момент Сьюш начинает поджимать базу. А здесь непроверенный бойлер. И очень проблемный эпизод. Находит первого. Забирает и Киндера. Команда Virtus.pro на перетяжке попадает в ситуацию, из которой, возможно, выхода не будет. Ну подожди. Хорошая вертуха от флита. Забрал Тесес. Что, стяжка на базу B? Сплит базы B. Это будет сплит базы B по окончанию. Джейм еще подрезает рефреш. Рефреш собрал инфус главки. Бомба бежит на B. На базе B у нас Кэдиан. Игрока с КТ может сейчас не хватить. Пытаются задергать Кэдиана. Кэдиан. Все, все. Кэдиана съели. Ну да, там в спине еще и флит, который спокойно забирает вражеского снайпера. Сьюш последний против троих. Это будет сейв. Есть ответочка от Virtus.pro. Как хорошо, что они развернулись. Потому что, ну вот знаешь, на шаг больше в район базы A. И они бы могли быть приняты. На карте Инферно. Напомню, это третье решающее в этом противостоянии. Кто же идет дальше, а кто попрощается с мажором. Каспер Кэдиан на центре. Выключает бустера с шикарным выстрелом с ВП. Пока что эпизод не самый приятный. Меньшинство для Virtus.pro. Два игрока под базой A2 на банане. Бомба в яме. Выглядит это, конечно, не самым лучшим образом. Ошибается Джейм под базой B. Хотя вроде был в позиции. Но Кэдиан умудрился удивить этим выстрелом. И, по сути, капитан команды героек приносит большинство для своего коллектива. Что, в принципе, внушает оптимизм и уверенность в действии игроков обороны. Так, на чек играет Тесос-15. И попытка подобраться уже каланда под базу. Афликс. О-о-о-о. Знаешь, там была заметно моргающая голова Сьюшу. Но Сьюш оказался немного проворнее. Но самое интересное, что они еще там вдвоем стоят. Да, большие пески. Два игрока. Минута времени до конца. Три игрока команды Virtus.pro наблюдают за оставшейся парочкой. А именно за Кикертом и Якиндером. И это будет попытка сейвить. В индивидуальной форме его мы не сомневаемся. Так, выход на центр карты уже через дым. Кэдиан готов к такому повороту событий. Погасили молотов дымом. Попытались ворваться нагло. И остались в меньшинстве. Самое главное, забрали Якиндера. У Марака пока что не заходит старт на карте Инферно. Один фраг всего лишь за уже 7 сыгранных раундов для него. Если говорить про Якиндера, знай, что сторона защиты, это будет действительно его сторона. Самое главное, чтобы в первой половине взяли хотя бы Луз Минимум. Это все, что нужно в Virtus.pro. Вот в их диффенсе у меня нет сомнений. Хочется в это верить, Игорь. Очень хочется вериться. Но, как ты уже сказал, по-прежнему надо доработать эту атаку. Надо взять как можно больше раундов. И как раз таки ВП это прекрасно понимает. Ну что ж, втроем на ребрах находится Virtus.pro. И, если честно, трудно представить, какой финиш в этом раунде ждет на базе. Но уже... Вот это было хорошо. Интуитивный минус от рефреша. На главке забирает флита. Это тайминги. Это все тайминги. Игроки команды героев очень хорошо чувствуют действия своего соперника. Ну а что, вы 5 как бы в 3 уже. И понимаете, что это не база B. Virtus.pro в итоге кинули какую-то гранату на точку АА. Раскрылся смог на малых. Но это сейв. И уходит на сейв, да. Уходит на сейв. И это выглядит, конечно... И это будет просто ураган. У нас Virtus.pro пытаются на третьей картой сейчас сделать камбэк. Пройти дальше по турнирной сядке. Невероятная ошибка от Сьюши. И киндер его забирает. Плюс девайс должен быть для игроков атаки. Ну вот тебе агрессия, которая контрится ребятами из Virtus.pro. Хорошее начало. Плюс оружие. Но это не гарант победы в раунде. И Virtus.pro это прекрасно понимают. Минута 20 до конца. Никто никуда не торопится. Будем играть на таймер. Это типичная история для медведей. Ну и вроде бы как идет перестройка на позиции банана. Кто на B? Ставан и Тесос. Все те же на манеже. Но пробивать придется одного Ставана по-хорошему. Правда Ставан скорее всего упадет. Сделает минус. Упадет. После чего прилетит флешка. Он попробует еще раз доиграть до конца. Его будут отдавать точно. Три игрока на базе B этим временем. Флешку по идее отменили. Теперь Ставан точно стоит на смерть с первым. Справляется. Дальше мы не видим того, о чем я говорил. Так как оборона перестроилась. Ну и еще два игрока обороны на базе B. Virtus.pro реализует купленный раскид. Два смока залетают. Выход на кафель. Серьезная заявочка здесь на врыв на кафели. Это просто жесть. Это сурово. На команду героек и 4-0. На команду Virtus.pro на третью карту. Спасибо большое. Борематч. И не забывайте, для вас есть бонус. Первый депозит 100%. И Kinder оформляет без бонуса. Прямо сразу. Это был хедшот без каких-либо бонусов. Это увольнение на банане в прямом эфире. Было на ваших экранах. Тесос готовит вырыв под флешку. Ну что, давай, начинай. Не самый лучший спрей. Всего на всего один минус. И Кэдиан бежит тоже удивлять своих соперников игрой с АВП. Хороший мувмент. Уверенно уходит на закрытую позицию. Открыдывает гранат на кафель. Ждет опять же попытки влезть. И Флит начинает действовать лучше двух человек. Флит. Нужен минус. Флит. Братишка, надо теперь жить. И Флит это прекрасно понимает. Да, ну и два игрока защиты мчат на всех парах сейчас на базу Б. Спасать эту ситуацию. Бустер ушел от флешки. Нет, не ушел. В итоге пришлось выстрелить. Получил изоляционный дым. Накинул дым своему тиммейту, чтобы Молотов не сработал. Идеально проводят оборону этой бомбы ребята из Virtus.pro. Ходишка под Джейма. 15% здоровья с КТ. Открывается сейчас товарищ Бустер. Сьюж забрал Джейма. Два в два ситуация. Знаю то, что два игрока с КТ. И Бустер в итоге начинает напрягать нехило. Но на Бустере, конечно, много ответственности. Флит в дальней позиции. Спрей. Бустер красный. Попытка разминирования. И Бустер справляется с первым. И забирает последнего. Кстати, кстати, кстати. Если что, Virtus.pro брали консультации по игре на банане у товарища Сопова. Магистр. Настоящий флит. Прострелом. Забрал рефреша. Вот это было максимально своевременно. Нашли палатку. Вопрос к тому, что осталось на двадцатке. АВП или... Перчатки. Да. Походу, только перчатки остались от товарища рефреша. Кэддиан только один минус. Бустер погиб от флит на размене. Так, ну что, агрессию на банане спокойно забирает кикер. Начинает атаковать базу B. Последний игрок база A в этой ситуации падает максимально быстро на больших песках. И... Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но Джеймс справляется. Вот... Да. Вы уже слышали, что у вас осталось новый состав? Хороший байт на коврах. Сьюж забрал флита. Ну и сразу же моментальная реакция от команды Virtus.pro. Занятие банана под раскидочку. Надо, наверное, добавить оборотов этому выходу. Ну, собственно, так и происходит. ВП готов скрывать базу B. По идее, в планете никого. Поэтому мы-то знаем, что для Virtus.pro проблем быть не должно. А вот серия прослелов с ГТ. Она должна намекнуть ВП, что... Все-таки точку лучше проверить до конца. Обрати внимание. Бустер 16. У Икиндера 32. Кикер 77. Посмотри, как действует героик. Они решили придушить Virtus.pro. Прямо на точке. Хотят еще себе девайсик отжать. Ну, опять же, это фирменный стиль Керригана. Мы будем забирать ваши девайсы. Мы будем вас прессинговать до конца. Если у нас нет денег, мы будем сидеть, морозиться. Но вы к нам придете, 1-2-2-йс точно подарите. И вот эта история здесь, она сейчас так и выглядит. Но будем рассчитывать то, что Virtus.pro уйдут красиво. Хороший байт. Изначально у нас было слишком много на КТ. А теперь мы готовим засаду на Банане. О-о-о. Попытки отойти Virtus.pro с базы B при детонации бомбы могут закончиться фатально. Ну, что тут можно сказать? Желаем парням Эко-Кобры как-то так, чтобы она сработала. Ну, вот что-то мне подсказывает, что и Киндер должен выключать. Оп. И Кэддиан уже понимал то, что надо уходить. Совершенно спокойно отошел на закрытую позицию. При этом не топнул. Ушел шифтом. У Марок остается 9% здоровья. АК-47 выигрывает очередную дуэль против М4А1С. Напомню, есть еще красный ставан. Ситуация в большинстве для медведей. Этот раунд надо забирать. Ну, и посмотрите, что делает Тесса. С 50 секунд до конца откидывает смок на яму перед бананом. И делает вид, что на банане, возможно, кто-то есть. Команда героек выигрывает немного времени, чтобы перестроиться. Рефреш. Ого. Только-только рефреш уходил. Virtus.pro пошли на. Рефреш вернулся. Что-то планирует героек на центре. Где-то, походу, рядом на коптере летает Хундун. Где-то есть. Возможно. Откуда столько информации? Рефреш. Хороший спрей. Там красный. Не проигрывает перестрелку в лету. Кэдиан. Попытка не пустить на базу А. Забирает 15. Фокус на ковры. Бомба уходит на базу Б. Открываются ковры. Кэдиан с ним справляется. А на базе Б по-прежнему сидит Тесос. И Тесос сидит в бусте. Видит игрока атаки. Слышит его топот. Говорит, вот это. Ой-ой-ой, ребятки. О, вот это подарочки. Это как так? Это законно вообще? Ох ты ж, боже мой. Тесос. И готовы давить дальше. Здесь три игрока обороны. Байт сетап уже организован. Кэдиан байтит на себя. Один на стенке. Третий на гробах. И это все выглядит как серьезная заявка. Так, будет ли размен? Пытается Кэдиан. Все, никто не прикрывает Кэдиана. Убирают Кэдиана на КТ Тесос. Но надо сейвить. Ну, да, надо сейвить игрокам обороны, естественно. И Virtus.pro, после сделав эти фраги, спокойно заходят на точку. Вот что мешало начать играть так же дерзко со старта. Короче, выбивают клин-клином, по сути, Virtus.pro. Вот ошиблись в концовке раунда. Здесь реабилитировали. Но нужно таких еще один надо забирать. Еще один нужно забрать минимум. Все возвращаются на базу АУ команды Героек. Virtus.pro идут в ловушку. И тут только невероятная стрельба должна спасать. Опача, первый приземляется прямо на прицелке. Киндерус Юж, забрал флита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как же выйти дальше? Ну, вот тут два еще в плунте и один на малых песках. И посмотри, интригует. Интригует ребята из команды Virtus.pro. Начинают отходить на второй мидл. Кикерт подрезает врыв под флэш от Кэдиана. Они сумели своевременно остановиться. Это то, что кардинально повлияет на исход этого раунда. Но в голове у них в уме они держат то, что один точно где-то есть на базе бэй. Скорее всего, он на банане, либо будет обходить к нам в спину. Они не знают то, что два человека на базе. Соответственно, игроку, который кидал флэшку, нужно сейчас попытаться сыграть первым. Но тут уже как бы как фишка ляжет. Бомбер пытается выйти с ковров. Не самое, конечно, приятное решение сейчас для ВП. 40 секунд до конца. Да, можно развернуться, уйти, проверить банан. Но ВП хотят доигрывать именно этой связкой до конца и просто ждут агрессии со стороны соперника. Вот знаешь, видно, что команды знакомы друг с другом не понаслышке. Ну, да. Как первые, так и вторые рассчитывают на какую-то гибкость перетяжки, но никто никуда не идет. Все остаются на своих позициях. Итак, выход на Аплэн. Здесь по-прежнему два игрока команды героев. Первый погибает. Прифайр. Одного сейвер. Тесос играет на себя. Его забирают. И будет установлена бомба. Не будет установлена бомба. 6 секунд до конца. 5. Надо забирать. Джейм, Джейм запрыгивает. Дается выйти за своим соперником. Начинает спрей. Джейм, одна секунда. Раунд и Клиффин. Самое время кончается. Какая трагическая ситуация для команды Virtus.pro. Он, возможно, боялся захода с главы. Да, да. Вот именно поэтому. Но там был тиммейт, который мог прикрыть. И это выглядит непонятно. У нас попытка агрессии на базу B. И в запуске киндера на кафель заканчивается его неминуемой гибелью. Флит за это время сумел, пока его тиммейты отвлекали на базе B, он сумел просочиться на КТ. Но Кэддиан такие штуки читает. Скорее всего, сейчас найдут друг друга. И Кэддиану достается Калашников. Команда Virtus.pro.full blind стоит на банане перед кафелем. И пока не понимает, что делать дальше. Очень важный минус делает Каспер Кэддиан на КТ. Подсадочка Джейма. Постараются отстрелить гробы. Ставн. Открытие. Кстати, неплохо попадает по Джейму. Ставн добивает. Ну что, 2 в 5. 2 в 5. Кикерт и Бустер. Надо пытаться что-то придумывать. Надо? Ну что ты здесь придумаешь? 30 секунд до конца. Соперник, возможно, уже знает, где ты находишься на карте. Все, что можно, это, да, выйти в лобовое столкновение, попытаться подраться. Но в этой половине Virtus.pro останутся с шестью раундами. Ну, Кикерт одним своим присутствием этим минусом испугал всех остальных. Посмотри, как его взяли круто в кольцо. Боевое кольцо, как говорится. Да, рефреш на банане. Флешки. Ну, собственно, с 15 грамм. Просто зафармлено. Три раунда преимущества для героек по итогу первой половины. Команду Virtus.pro и команда героек просто как... Они просто как дикари прискакали на базу B. Ну, а тут засада. Тут будет непросто. Серьезные проблемы сейчас у флета. Бустер справляется с рефрешем. Ситуация 2 в 3. Бустер вместе с Кикертом начинает действовать. Вышибают. Сьюш в итоге забирает поджим со спины. Но для Сьюш ситуация максимально неиграбельная. Против перекрестного огня попробует действовать этот датский игрок. И как-то здесь ребята из Virtus.pro убедительно разыграли. Хотя, казалось, не попадут по этим пропрыгивающим. Но было сыграно очень здорово. Сьюш в итоге шифтит. Понимает, что один сити, один за тройкой. Одного прогоняет налево. Проходит на пул дальше. Ну, кстати, попытка подобрать бомбу и скрыться по-прежнему актуальна. Сьюш. Его отпустили. 50 секунд до конца. Датчанин мчится в сторону Апванта. А что будут делать в ВП? Они вдвоем на размен. Максимально правильно бегут за ним по банану. Сьюш в этот момент. Максимально правильно было не отпускать. Ну, это да. Но, видишь, как переосторожничали получается. Слишком аккуратно действовали. Бомба в дефолте. Ее устанавливают. Игроки Virtus.pro включают шифты до главки. И Сьюш не понимает, как пойдет это выбивание. Но по таймингу будет проверять спину. И тут, конечно, Virtus.pro есть. А дефьюз кит и есть? А нет дефьюз китов? А есть. Это неважно. Главное выиграть первую перестрелку. Кикер забрал. Точнее, упал от выпада Сьюша. Ну и смещение пока что. Это должен был быть хетшот. Бустер против Сьюша. Тамберс фаер. Оу! Какой важный минус делает Бустер. Один за цементом. Один накидывает гранаты. И пикантный момент на центре карты. Вот это промах. Вот это промах. И тиммейта потерял. Тиммейт должен был забайкить. Теса Скэддиан. Какая жесть происходит. Просто жесть произошла сейчас на Аппленте. Как не попал Джейм. Как его тиммейты переиграли. Цена одного промаха для команды Virtus.pro. Это как минимум переломный момент в раунде. Ну и собственно бесплатный десятый для команды Героев. Три раунда преимущества дополнительно. И мы слышим как зал начинает поддерживать команду Героев. Аплодисментами после этого успешного выхода. И вроде все было готово у Virtus.pro. Но вот по какой-то причине Джейм промахнулся. Второго перестреляли. Игрок на 20 попытался это компенсировать. Хоть как-то отвлечь внимание от снайпера. А у нас пока что ребята из Virtus.pro стэкнули базу А в четвером. Джейм проверил нагло центр. Сказал то, что никого не видел. И в этот момент уже начинают развиваться события под базой Б. Флит в хорошей позиции. Пропускает атакующих. И как же ж не пошло. Как же ж не пошло у Флита. Да. Ну просто ворвались. На базу Б. Припарковали бомбу на Б. Ну и собственно готовы забирать 11-й раунд герои. Ну и команда Virtus.pro естественно в этой ситуации будет оставаться на базе А до последнего. Все-таки АВП. Если АВП его надо сохранять. Игроки по идее там все с арморами. Кроме кикерта. Кикерта дым. Все это под прицельным простыриванием ковров. И энтри на бойлере. Да. Неприятное начало. Флит погибает. Смотрим по расстановке. Один игрок. Нет. 2-2 по плантам. Стоят Virtus.pro. Ну вот надежда на снайперскую винтовку Джейма. Джейм на А. Прикрывает кикерта на коврах. Точнее байтит на себя все внимание. Обрати внимание. Главка полностью отдана. То есть есть слепая вера, что героев на главку будут заходить только с боем. Гранаты, топот. По-другому никак. Знаешь, подожди на секунду дольше на банане. Сыграй врыв под флешку. Возможно сейчас был бы фраг разменный. Не для ребят из Virtus.pro. Но они по таймингу прям в самое неподходящее время принимают решение просто уйти в закрытую. Хотя возможность была. Ну что, как сыграют сейчас ковры. Кикер. Это очень важный момент. Видит дым от игроков. Атаки врывается. Забирает первого. Ну с чешкой конечно с одним справиться легко. Вот с двумя игроками намного сложнее. Что теперь делает Джейму? Один. Без какой-либо поддержки тиммейна. У него тут уже гости с ковров вышли. Пытается распикать бойлер. А там никого. Весь костяк команды героек проходит на большие пески. Будет пытаться выходить. Джейма слышали. Джейм может еще на самом деле сломать этот раунд соперникам. Но на него выходит с припайром. Джейм ансует. Пытается еще один фастскоуп оформить в соперника. Но неудача. И это установленная бомба на базе. Причем бомба очень удобная. И для Virtus.pro. Наступает критический эпизод на третьей решающей карте. У них по-прежнему 7. У соперника будет 12. Да. Но это будет первооружейный. Это будет первооружейный в защите на карте Инферно. В котором у Джейма должна появляться снайперская винтовка. Кстати, это оружие пока что не приносит особо желанного результата. Медведям. Тот самый, наверное, фатальный промах от Джейма. В раунде против форсированной закупки датской пятерки. Ну, по-прежнему несет серьезные последствия для Медведей. Кстати, Киндер постарается унести АВП в следующий раунд. А нет, там Ставн уже его забрал. Окей, 12.7. Это должно заряжать Медведей. Как минимум в этом раунде Бустер по таймингам пропускает Сьюша. Ай-яй-яй-яй-яй. Это была настоящая авария. Лишний топот в последний момент спровоцировал этот хедшот. Вот у нас выход на точку А. И что-то вообще непонятное происходит. И Киндер в пунте. А это не в пунте. Это на главочке. И Киндер в спине забрал Кэддина и Тесеса. 27 секунд до конца. 2 в 2. Джейма и Киндер против Сьюша и Рефреша. Большие пески. Ой, большие пески. Ковры не считаются. Считается только двадцатка в этой ситуации. Игроки атаки явно дезориентированы. И все, что нужно, чтобы поставить бомбу, это убить и Киндера. Убить и Киндера это, возможно, миссия невыполнима. Но нет, выполнима. Джейм. Промок. Какой обидный промок для Джейма. 66% здоровья. Как? Но героик все это время действовали максимально аккуратно. Оттягивая свои выходы до момента X. Попытка задавить мешки. Джейм справляется с первым игроком. Играет с мешка дальше. Банан занят. Два игрока. Три игрока уже в Virtus.pro на базе. Два человека. У команды героик готовятся выходить с ковров. Еще подходит дуэт. Смог развеивается. Секунды, по-моему, через 3-4. И нет. Чуть попозже. Но выход точно будет. Рефреш. Попытка проверки. Есть десант. Большие пески. Будет очень аккуратная игра. А есть гранаты вообще? Ну, как-то надо проверять. Плэнт кикер. Спалился. Ай-яй-яй-яй-яй. Флита не проверит. Нет, рефреш заметил. Но это конечная. Это конечная. Это конечная. По крайней мере, в этом раунде точно. Джейма и Киндер вынуждены сохранять оружие в ситуации 2-4. А как так неуверенно? Как так неуверенно? Вот вроде бы байт сетап, который пытается раз за разом разыгрывать Virtus. Он реален. Он реален, да. Он реален. Какие концентрации ребята из героев? Такое ощущение, что Virtus.pro просто не понимают скорость от своих соперников каких-то эпизодов. Вот эти вот тайминги. То, что это не просто был дроп в большие пески, которые вы слышали. Это реально выход на точку. Вот где-то в этих моментах, возможно, ребята просто перестали доверять своей интуиции. Хотя столько близких раундов, ты реально перестаешь себя верить в каком-то эпизоде. Ну, вот это, наверное, то, о чем мы все привыкли говорить. Давление огромной арены, зрительский зал, эмоции, которыми совладать не всегда получается. Все может сложиться в этом раунде для Virtus.pro. По крайней мере, пока все идет к тому, чтобы ребята встречали все это дело. Агрессия на банане приносит свои плоды. У нас пошел выход. И здесь без проблем для флита. Еще одного вместе с Джеймом. Уверенность. Юж последний. Ну, вот здесь, подчистую, переигран одной герой. Конечно, слишком банально пытались сыграть эту ситуацию. Юж, оставшийся последний, забирает одного из игроков обороны. Видит второго на главке. И красиво. Красиво уходит снайпер команды Virtus.pro. И, заметно, стал открываться Джейм. Нет той уверенности, которая, наверное, была на первой и второй карте. Боятся подобные моменты проигрывать ребята из Virtus.pro. Юж на топол. Это понимание для ВП. Ну, и без проблем флит его забирает. Перестраивается по стенку и киндер. Слишком рано. Забрали. Забрали марка. Только один игрок у Virtus.pro на базе B. Вот три маг десятых. Как их остановить? Давайте смотреть бустер. Попытка сделать чудо. Два минуса. Нет. Только один. Но по урону было все очень уверенно. Тиммейты здесь уже никак не успеют помочь базе B. И вообще всей этой ситуации, скорее всего, это будет сейв для игроков команды Virtus.pro. Подожди. Подожди. Прям думаешь, что они пойдут до конца. Я смотрю на экономику. Отталкиваясь от количества денег, Virtus.pro могут рисковать. То есть, проиграв этот раунд, наверное, будут ждать какой-то ошибки. Но как закрыто стоят датчане. Никто открываться даже и не планирует. Молотом за открытие минус кикер. Под молотом. Еще одного. Это все после Молотова за тройку. Тесес раскручивается. Два хэдшота. Флит пытается удержаться. Но нет, здесь закрывают. 15-8 у команд. Ну и флешечка от Кэдди на 15. Еще одну надо накинуть на большую, чтобы выйти. Джейм попробует разыграть. Так, там Ван Вэй. Ван Вэй вывалился в этот момент. С 15 начинает подрезать. Кикер забирает первого, забирает второго игрока. Есть размен. Кэддиан. Ну и Киндера. Преимущественно выгодная позиция. А вот здесь, здесь ошибка была просто недопустима. Три в три ситуация. Два игрока на позициях база. Рефреш. Фулл блайнд пытался удивить оппонента. Но здесь Virtus.pro справляются. 5 секунд до конца. Кэддиан уходит с 4% здоровья. Шифты. Шифты продолжаются. И Киндер ждет коварного трюка со стороны своих соперников. Готовится моменталка. Влетает моменталка. И Киндер сбривала. Вот это опыт. Вот это опыт у И Киндера. Так, главное дальше не допускаться. Падает и Киндер. Бустер в темное. О нем есть информация. Бустер, надо сражаться. И по какой-то причине игроки атаки ошибаются. Не могут справиться с бустером. Не самый приятный размен для команды героев. Попытка установки бомбы. Но это фейк. Кэддиан в итоге остается на гробах. Кипкер получает флешку. И Кэддиан. Как жестко. Установка бомбы под прикрытием. Это развод. Джейм. Джейм забирает игрока, который пытался пикнуть. И Тесес остается. Он не успел. Да, он не успел. Это факт. После этого дыма, естественно, Джейм сфокусировал. Как смотрятся большие... Никак не смотрятся ковры. Вот это приплыли. Не смотрел плит ковры. Видят балкон. Это три фрага от коллектива героев. При этом выходе. Непрочитанный раунд со стороны Virtus.pro. В дыму находит Сьюша. Чудом. Чудом ситуация. Разыгрывается 2 в 3. Меньшинство у команды Virtus.pro. И этот ретейк они точно должны делать. Да, другого выхода нет. Подобранный АК-47 Бустер будет дожидаться совместного выбивания после того, как развеется дым. Ну что, момент истины. Грейвярд не считается. Позиция преимущественно выгодная. Кэддиан смотрит 20. Большие пески играют на себя. Попытка выхода и рефреш с больших песков раньше видит это выбивание. Чем его тиммейт и делает минус. Бустер последний. Кэддиан с АВП ставит точку в этом раунде и оформляет победу героев. ОООО!